Недавно приехал к отцу в деревню, иду по улице, блин, на столбе объявления, я гляжу, отдам тёщу хорошие руки, ещё бы я телефончик не сорвал, я 30 лет мечтаю свою пристроить, желательно в нехорошие руки. Чтоб наверняка не вернулась, ну я же не знал, что у этого полоумного старика, который объявление написал, у него лошадь тёща зовут, идиот, ну хоть бы кавычки поставил им, вся деревня его кобылу знает, а я-то не знаю, я к своей кобыле думаю. Из плоти и крови, пирожков съесть мне. Прихожу домой, отца нет, думаю, позвоню деду, телефон же есть, звоню, говорю, вы тёщу отдаете? А он так бодренько, а вы хотите взять? Я говорю, да боже упаси, от своей бы избавиться. А дед говорит, а у вас тоже кобыла? Я говорю, ещё какая е... Он говорит, а сколько ей лет? Я говорю, я не знаю, но по моему глубокому убежению, она уже лично живёт давно. Дед говорит, а сколько ей лет, узнать легко. Я думаю, как это, сколько ей лет, узнать легко, а интересно узнать, сколько осталось. А саму старика спрашиваю, а вы не скажете, как, узнаете, у возраста? Дед говорит, просто берёшь её за морду. Я думаю, ни хрена себе за ход. Если я тёщу беру за морду, то сразу получаю по своей. А он продолжает, говорит, отгибаешь нижнюю губу. Я говорю, стоп, стоп, стоп. Отгибаешь губу, уживой. Старик говорит, конечно уживой, ты чего? Парень. Я думаю, если я у своей тёщи губу отогну, она тут же отогнёт мне что-нибудь в ответ. Притом, отогнёт безвозвратно. А дед продолжает. Значит так, ты с ней построже. Чуть сбркнёт, кнутом по спине. Как и... Пускай руку хозяина знает. Я думаю, ну это я сотни раз проделал в мечтах. А наяву я один раз её шнурком задел. Так у меня до сих пор текстура правого уха точно копирует дно сковородки. А дед говорит, а твоя кобыла какого роста? Я говорю, блин, блин, где-то метр шестьдесят. Старик, о, мелюзга. Моя два метра в холке. Я думаю, тут метр шестьдесят толкнёт, не поднимется. А двухметровая у меня до работы докинет. Дед говорит, моя ест хорошо. У ей желудок, ведра на два. Ну, думаю, моя примерно так же. Дед говорит, а ты ей овса хорошего давай. Я думаю, о, счастливчик, а. Тёща овсом не брезвует. А у нас дома, судя по консистенции каши, на овёс налегаю только я. Старик говорит, что-то кормление не главное. Тренировать надо. Я говорю, а как тренировать? Научите. Дед говорит, а на шоу тебе не объезжена? Я говорю, конечно, не объезжена. А сам думаю, как это моя тёща может быть объезжена? Если ли её за час на лесопеде не объедешь? Если в коридоре встретишься, всё равно, что с электричкой в тоннеле. Если в технический карман не нырнёшь, по стенке размажешь. Дед говорит, я свою тёщу вовремя объездил. Теперь не нарадуюсь. Она у меня даже в скачках участвовала. Я говорю, извиняйте, как это в скачках? Старик говорит, что обычно бегала на перекатки с лошадьми. Я говорю, небось, отстала на километр. Он говорит, нет, третья пришла. Я говорю, а чё ж не первый? Ха, да и этот жокей тяжёлый по палке. Я говорю, ладно, заливайте. Что? На ней что, человек ездил? Старик говорит, ты что, как с дуба рухнул. Ты что, не знал, что на их верхом можно ездить? Я говорю, как верхом? На спине, что ли? Он говорит, а на чём ещё? Закрепляешься на спине, садись в него. Кобылу с бок пятками бах, и катайся на здоровье. У меня же в голове картинка нарисовалась. Моя тёща идёт с базара, с двумя сумками, а я у неё на спине вот сюда. И спорами в бока её. Бах, бах. Чё-то говорит, только ты её в голову сразу не пускай. Километров десять, а она проскочит, а с непривычки может потом сдохнуть. Я, конечно, всякое в мечтах себе представлял. Ну, чтоб галопом на тёщи, это уж какое-то райское наслаждение. Дед говорит, а я свою тёщу люблю. У меня до неё ещё две были. Ну, я их на колбасу сдал. Я говорю, алё, как на колбасу? Чего? Дед говорит, да обычное дело. Ты что, не знал? С них очень хорошая колбаса получается. Вкусная. Блин, думаю, как же. Оказывается, в деревне многие семейные проблемы колбасный цех решают. А сам говорю деду, у меня такое ощущение, что мы с вами о разном говорим. Опишите мне свою тёщу. Старик говорит, ну, тёща как тёща. Кобыла, голова вытянутая, сухая, большие живые глаза, широкие ноздри, длинная мускулистая шея, большие заострённые подвижные уши. Я думаю, ну, просто один в один моя тёща. Дед говорит, ну что, заберёшь мою кобылу? Я говорю, да что вы, не, мне свою пристроить. Старик говорит, значит так, если не жалко, сдай её в колбасный цех и не мучай. Я говорю, а как это сделать? Ночью? Он говорит, что ночью? Днём привози. Вполне легальный бизнес. У тебя примут, взвесит, получишь деньги и давай. Я говорю, что ещё платят за это? Дед говорит, слушай, ты как с луной свалился, мясо есть мясо. Я бросаю трубку, пулей в город, плету тёще какую-то ерунду, утром привожу её к колбасову цеху, дальше уже даже рассказывать неохота. Меня с разделочного стола ОМОНовцы спасали. Притом на все мои конечности тёща уже успела колбасную кишку натянуть. И пусть я ещё жив, но теперь мои бабы на меня такой хомут надели, по шуфу, как сивый Мерин, ем один овёст. Иногда от ужаса заржать хочется, а сил нет. Ах нет. Спасибо. Спасибо.